Ииии всем привет, меня зовут Лена Крупина и сегодня в видео мы поговорим как же завершился финал Кубка Миров Пезера, кто завоевал медали многоборья, как перемешалась десятка лидеров, что за скрытая пропаганда была на турнире и почему после принятия поправок в кодекс поведения Фиш оставил все на самотек. Так 4 июня в Пезера завершился финал личного многоборья и группового. Гимнастки разыграли главные медали в художественной гимнастике, но наверное самым обсуждаемым событием стало противоречие буквально недавно обновленному кодексу поведения. В недавней подборке новостей я рассказывала, что Фиш ввел дополнительный запрет на любые демонстрации или политические, религиозные и расовые пропаганды на соревнованиях. И буквально здесь же на турнире под эгидой Фиш проходит скрытая пропаганда. И все бы ничего, если бы на турнире выступали гимнастки России и Белоруссии. А так получается, что Украина может на турнире бороться за мир и свободу, а другие гимнастки не могут выступать за свою страну на соревнованиях, так как это запрещено по политическим соображениям. Очень похоже на двойные стандарты. Для тех, кто не в курсе, на турнире в Пезера организаторы создали фото зону в поддержку Украины в сине-желтых цветах. Организаторы соревнований выпустили специальный мерч, также в поддержку Украины. Также в рамках турнира был организован призыв записывать видео и выкладывать в интернет, тоже в поддержку мира на Украине. И ни слова про то, что гимнастки России и Белоруссии выступать не могут. Конечно же прямых призывов про военные действия и кто виноват не было. Возможно поэтому Фиш не считает, что это пропаганда. Но и я бы так не думала, если бы здесь выступали гимнастки России и Белоруссии. Да и против флага я ничего не имею. Но так получается, одним нельзя приезжать, а другим можно приезжать, выступать, демонстрировать свои флаги и рассказывать свою правду. По факту это же и является односторонней пропагандой. Одной стороне конфликта ничего нельзя на международном уровне, а другой можно все. И это даже если не думать, кто виноват и кто на чьей стороне. А говорить отвлеченно, это прям обидно. Учитывая, что спортсмены явно ни в чем не виноваты. Спецоперация это или война, расовых демонстраций по правилам Фиш быть не должно. Или тогда пусть гимнастки России и Белоруссии выступают на международных турнирах под своим флагом и гимном, раз уж Фиш защищает спортсменов всех стран. В общем, если все так и продолжится, то можно будет не сомневаться, что Фиш просто вводит ужесточение в кодекс, но трактует их как ему удобно и как хочется. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого момента. Конечно, я согласна, что украинский гимнасток поддерживать нужно, ведь из-за политики страдают обычные спортсмены. Но почему тогда спортсменов других стран не допускают из-за тех же политических вещей, мне непонятно. Ну и давайте о результатах. Так, золотую медаль многоборья, как в принципе я вчера и говорила, завоевала София Рафаэль, гимнастки Италии. Отрыв у Софии составил почти 6 баллов, и это учитывая, что и во второй день София допускала ошибки. Так лента совсем не пошла. Вначале была то ли потеря, то ли грязная ловля, с ракурса трансляции не очень хорошо различима. Также была допущена и очевидная потеря, а под конец София и вовсе запуталась в ленте. Серебро выиграла Милена Балдасари, все так же, как и после первого дня. Чисто пройтись во второй день по видам у Милены тоже не получилось, были допущены потери и в булавах, и в ленте. Бронзу выиграла болгарская гимнастка Стеляна Николова, а вот Стеляна очень сильно поднялась в рейтинге, и после второго дня уже можно сказать, что это было похоже на ее уровень выступлений. Хотя без ошибок тоже не обошлось. Пока Стеляне явно не хватает стабильности в исполнении, так в ленте была допущена потеря, а также была пробежка за предметом. Ну и еще момент, который меня удивил. Как я поняла, это танцевалка с лентой в зубах. Что-то я этот момент пропустила в предыдущих стартах, либо это что-то новенькое у Стеляны, но выглядит явно необычно. Четвертое место заняла гимнастка Узбекистана Тахмина Икромова. Тахмина, наверное, одна из немногих гимнасток, которая более-менее ровно прошла все четыре вида. Еще, наверное, сюда же можно отнести и Эльжану Таниеву, гимнастку Узбекистана, у которой были неточности, но в целом без больших потерь. Шестое место заняла Екатерина Веденеева. Катя поднялась на 4 пункта выше. В целом, думаю, мы скоро сможем угадывать места у гимнасток. Правда, у Кати сегодня тоже все было не совсем гладко. В ленте она завязала узел, но быстро сориентировалась и развязала. Сразу видно опыт. Кстати, отрывы у десятки лидеров, за исключением Софи Рафаэлли, совсем небольшие. Так, седьмое место с отрывом в несколько десяток заняла Маргарита Колосов, гимнастка Германии. Та самая, которая после первого дня была на третьей строчке. Булавы снова не удались так хорошо, как хотелось бы. Была пробежка за предметом и в итоге не выполнен риск. В конце Маргарита прям видно была расстроена. Я это движение описала бы. Блин, опять эти булавы не получились. Для тех, кто не помнит, на прошлом турнире именно в упражнении с булавами Рита допустила потерю, которая также спустила ее с верхних позиций. Восьмое место заняла Виктория Набриенко, гимнастка Украины. Очень мне понравились булавы у Вики, относительно чистой и уверенно прошла упражнение. В ленте была грязь и потеря, но в целом по общему уровню это очень хороший результат, учитывая, что Вика давно не выступала. Когда все будет отработано и максимально поднята сложность, думаю, Вика может бороться и за медали. Девятое место заняла Елизавета Полстяная из Латвии, и десятку лидеров замкнула Андреа Вердес из Румынии. В целом, обе давно нам известны гимнастки, которые частенько замыкают десятку лидеров. Ну и как мы вчера и говорили, десятка лидеров заметно изменилась. Многие гимнастки и вовсе пропали, а другие пришли к ним на смену. А это значит, что конкуренция в средних рядах, если можно их так назвать, по-прежнему остается острой. И только с золотом на турнире нет вопросов. Но думаю, что в отдельных видах интриги с золотой медалью может быть побольше, так как практика показала, что София умеет ронять, а это шанс для других подобрать упущенные баллы. Ну и в финале многоборья у групп в целом тоже не особо разнообразно получилось. Так первые два места остались, как были после первого дня. Золото у Италии, команда выиграла чуть больше шести баллов, серебро у команды Болгарии. А вот бронзу выиграли гимнастки Китая, которыми я вчера так яро восхищалась. И как видите, не зря. Девочки во второй день показали хорошее выступление и завоевали медали Кубка мира. Вот так незаметно и Китай подтянулся на мировом уровне. Еще бы личность поставляли на таком высоком уровне, было бы и тоже круто на них посмотреть и поболеть. Все-таки это кажется какой-то другой гимнастикой и пока явно непривычной. Ну и впереди нас ждут финалы отдельных видов. Обязательно встретимся на канале, чтобы все подробно обсудить, так что подписывайтесь на канал. Ну и на сегодня это все. Помните, что я вас всех очень сильно люблю и пока-пока!